Ну а теперь немножко. А кстати вот ещё один подросток. Вот. Я их так называю. Когда они в постоянном месте сестрица Аленушка и братца Иванушка. Мои любимые. Ну как их назовём. Ну я могу их назвать своим любимым детишками. Пусть в каком плане. Духовным. Вот. И приехали они ко мне. Потому что если дальше Боднера нет. Всё будет. Вы поверите что от этой хрупкой женщины, девушки будет зависеть будущее всего садоводства. Почему? Идёт нарезка черенков. Вот это уникальное дерево. У него плоды. Вот такие вот. Вот смотрите. Вот это поздний Филиппио. Вот. И мы сидим пьём чай. Чай. Да. Чай. Чай. Вот. И я говорю. Елена Александровна. Когда эти черенки появятся в новом саду. А я помогу его посадить. Так. Вот. То на всю оставшуюся жизнь. Потому что мы все не молодые. Твои старшие друзья. Вот. Ты же тоже была на похоронах. А? Елена. Вот. На всю оставшуюся жизнь. Это будет называться абрикос поздний Филиппио. Вот так. И он действительно поздний. Именно потому что он поздний. Он меньше попадает под заморозки. И это такая перспектива. Для тех с краёв. Где ночью плюс зимой. Там минус то плюс. То неделю плюс. То неделю минус. Вот это. Уникальная вещь. Уже потому. Я специальную фотографию сделал. Видите? А это учебная фотография. Кстати. У неё в руках королевские. Дальше идём. Полюбовались. Черенкова нарезали. Идём дальше. Вот. А вот это персик. А персик этот погиб. Он считался самой морозостойкой в мире. Почему? Во-первых, сейницы. Во-вторых, севернее их нет и быть не может. Я имею в виду не в географическую скороту. А где максимальные морозы. А я вам покажу ниже эти морозы. Вот. И вот, Елена Александровна, ваш бенефис. Я вам покажу десяток раз. Покажу. Вы показываете рукой на персик. С которым мы срезали черенки. Который, когда погиб этот сенис, этот персик, оказался лидером, потому что он погибать не собирается. Не собрался. Последние три земли. Две сорок градусов. Последняя сверхтёплая. Вот. И мы с него срезали веточки. Хотите сказать, какие. Ну ладно. Отсюда трудно. А да нет, почему. Понятно, какие. Так. Идём дальше. А потом мы подошли к Олевскому абрикосу. Вот. И что интересно, он не самый крупный. И деревья постарше. Так. И какое-то влияние подвоя и соседей сказалось. А на том участке, на том, который номер три, отдельно росли и сейчас растут. Но я много показываю, не хочу повторяться. Три абрикоса, все три королевские. И плоды, помните, я вам показал, вот чешка вот с такими вот. Вот. Вот там они максимально сохранили свою королевскую кровь. А пылить было некому, а пыляли все три друг друга. Что сделал сосед, я много лет не знал. Видели эти страшные раны? Они росли. Я-то ему продал два, подарил третий. По-соседски. А у них же кроны-то шли снизу. Это же железо. Продал ему. Выросил для него эти самые однолетние абрикосы. Что он сделал с нижними ветками, когда они начали мешать ходить? Он их отпилил, как мог, оставляя разные сучки. Вот. Ну, а дальше они доживают свой век. Вот. И это грустная история. Вот. А вот эти уже снова, вы не так. Снова участка, я их там, где с мальчишками фотографировал. Я их просто искать не стал. Неудобно. Говорю, подскажешь, я для того же показываю. А вот это с этого участка, номер один, вот отсюда. Они помельче. Ну, мелочи, сами видите. А вот здесь у меня растут два уникальных европейских сорта. Ранний. Значит, этого самого. Мальков ранний и ранний Мелитопольский. Так. Вот. И в него привита мощная скелетная ветка. Название не знаю. Ветка потерялась. Я назвал ее крупноклодным железом. Скромным. Скромным. Вы заметили, редко где я фамилию свою использую. Вот. Ну, ему показалось мало. То есть, нам показалось мало. И мы взялись за груши. Вот. Вот они сейчас срезают. Ну, в смысле, позируют. Срезаем мы несколько черенков с груши под названием Дигант Подмосковья. Вот. Видите? Конечно, что я скажу. Как всегда в Чернобыле. Ну, как получилось. Ну, правда, художники. Кто-то перед нас. Вот. Я, знаете, как себя называю? Вот. В отличие от Боднера. Я такое сравнение придумал. Готовясь. Ночью. Значит. Что такое железо? Старше, младше. Что такое там? Еще несколько фамилии назову. Достаточно раскрученные. Мы столеры-плотники. Мы берем режущий инструмент. Вы не согласны со мной? Пилки. Ножовки. Ножи. У-у-у-у. Вот. Точильные эти. Самые. Ну, лучший из нас можно назвать стольер-краснодеревщик. Но все-таки стольер. А вот я рассказывал про тянуться в ногу. Я рассказывал про Боднера Бориса. А это нет. Это волшебники. Это совсем другой мир. И где-то близко к ним стоит Чарабаев. Вот. Он вроде наш. Он приватил мир. Да? Вот эта фотография. А я сделал его в саду. Это тоже гигант Подмосковья. Но 400-граммовая. Вот эти. 300-граммовая. А годом раньше. Это пришлось развести руками. А годом раньше у него были 500-граммовые. И даже самокровно 540. Вот. И все-таки. Вот этот. Художник есть художник. У него получается. Вспомните эту розовую эту самую. Венгерку. В общем. Я специально всегда стараюсь. Много хорошего рассказать о своих друзей. Это мы расширяем кругозор. Не один. А вот. Еще раз говорю. Я стольер-плотник. Может быть краснодеревщик. Как высшая квалификация. Стрик, привил, заботал. Это разве искусство.